Действительно, утро понедельника Омск встретил восьмибальными пробками, а жители частного сектора с лопатами в руках. Снегопад начался еще в воскресенье вечером и, как говорят метеорологи, продолжится до конца недели. При этом у мэрии не хватает техники, чтобы оперативно вывозить снег с улицы. Это значит, сугробы на обочинах и в частном секторе значительно вырастут. Только Качкурова расскажет, как амичи справляются с последствиями снегопада. Бодрые взмахи лопаты и здоровый румянец на щеках. Картина для частного сектора столь же привычная, как и сугробы выше человеческого роста. А кто, по идее, должен снег вывозить? Я не знаю. Ну вы не заказывали ни разу. А кому-то приходится справляться со снегом не только возле своего порога. Одинокая пенсионерка Наталья Покатила с лопатой в одной руке и с тростью в другой на борьбу со снегом выходит уже в третий раз за день. Чтобы не засыпала дверь в дом. Еще раз взяться за лопату придется ближе к ночи. После того, как по автодороге 22-го портсъезда пройдет дорожная техника. Они, когда чистят всю дорогу, они чистят на нашу, на частную сторону. А у нас же и скорые приходят. Мы не ходячие, где и такси надо вызвать в больницу, там съездить или куда-то. Потому что и приходится, они нагребут, как со всей дороги. Здесь вал гребня снега получается и приходится выходить, потом чистить. Кроме того, снег нужно еще и вывести. А по закону утилизировать сугробы под своими окнами обязаны жители частного сектора. Теоретически вывести снег нужно на специальные полигоны, которых в городе пять. Снег там принимают по 40 рублей за один кубометр. Но для этого нужно купить специальный снежный талон. Продается он в окружных дорожно-эксплуатационных участках города. Но покупателей тут немного. Очень редко частный сектор приобретают. То есть, может быть, у кого-то или снега много, или материальное положение получше. Талон купишь. Должна же машина еще быть, чтобы его вывезти. Это еще деньги, да? Ну, вы талон купили и куда вы? На санках поедете. Можно и не на санках, а на зиле, к примеру. Если везти недалеко, километров 15, то услуга обойдется в 470 рублей за куб. Но один кубометр никто не повезет. Минимум пять. Итого получается 2350 рублей. За меньшие объемы не берутся и частные компании. Здесь считают не кубами, а часами работы. Примерный счет около 9 тысяч рублей. Меньше, чем за три часа нам просто невыгодно. То есть, у нас тогда это убыточно. То есть, мы работаем так, чтобы имелась небольшая прибыль, чтобы мы могли своим же людям платить зарплату. Предприниматель уверяет, клиентов у компании достаточно. На вывоз скидываются целыми улицами. Но, как правило, заказчики – жители более благополучного коттеджного частного сектора. Для остальных услуга все-таки не дешевая. А потому сугробы остаются стоять до самой весны, когда всплывает смежная проблема потопленных домов. Ольга Качкурова и Александр Лысак. Новости здесь, Омск.